Мы продолжаем говорить о реферате. В этой лекции мы рассмотрим основные части работы и другие ее структурные подразделения. Сердцем реферата является его основная часть. При этом видение ориентирует читателя на последующие рассуждения, побуждая его прочесть всю работу. А заключение суммирует все рассуждения, опять же ссылаясь на основную часть. Не нужно думать, что введение и выводы требуются только в начале и в конце всей работы. Обратите внимание на то, что выводы должны быть по каждому разделу, подразделу, пункту и подпункту. То есть они связывают всю работу воедино. По смыслу реферат может быть обзором истории изучения вопроса. Здесь вы указываете, что нового сюда внес тот или иной исследователь. Можно также рассмотреть и то, как этот вопрос трактуется современниками и развернуто показать разнообразные подходы к решению научной проблемы. Главное, чтобы содержание реферата в достаточном объеме раскрывало тему, отвечало его цели и задачам. Для этого последовательно раскрывайте все предусмотренные планом проблемы, обосновывайте, объясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретными примерами и фактами, формулируйте мысли четко, просто, правильно, недвусмысленно, а также стремитесь логически структурировать текст. После основной части реферата должно быть размещено заключение или выводы. Оно должно быть предельно кратким, в размере двух-трех страниц, однако содержать немало информации. Прежде всего, в заключении формулируется итог ваших исследований по каждому из разделов работы, а также личное мнение по поводу того, в какой мере вам удалось сделать то, что вы намеревались сделать в этой работе. То есть в заключении необходимо оценить степень достижения цели и выполнения задач работы. Далее в выводах вы выделяете новые аспекты и дискуссионные вопросы, которые подлежат дальнейшему изучению. Другими словами, здесь следует определить, что является ценным в реферированных работах, что требует дополнительного анализа и уточнения. А что вызывает сомнения? После заключения должен быть оформлен список использованной литературы. В нем указываются все источники, на которые автор ссылается в реферате, а также и те, из которых он подчеркнул ценную информацию. Чем больше список источников, тем солиднее выглядит реферат. Однако не нужно искусственно притягивать к теме работы те источники, которые не имеют к ней прямого отношения. Выбранные вами источники должны в большей или меньшей мере соприкасаться с исследуемым вами предметом. Далее следует раздел «Дополнение». В этом разделе демонстрируются материалы, которые дополняют основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, фото, словарь терминов, афоризмы и другое. Все приложения или дополнения к работе не входят в общий объем самой работы и являются желательной, но необязательной частью реферата. В реферате чрезвычайно важно видеть авторские мысли. Они могут формироваться в процессе осмысления материала и поиска собственного отношения к тому, что излагается. При этом все соображения нужно аргументировать. Следует стремиться, чтобы изложение материала было выразительным и литературно грамотным. Важно избегать повторений и пустословия. Ваш реферат будут читать, поэтому оформление работы тоже немаловажно. Работа, которая написана сплошным текстом, то есть без заголовков, без абзацев, без выделения самой важной информации и другое, не будет вызывать у компетентного читателя восторга. А у преподавателя такая работа не будет вызывать желание поставить автору хорошую оценку. Преподаватели оценивают реферат, используя несколько критериев. Первый из них – это актуальность темы исследования. Далее анализируется соответствие содержания заданной темы и глубина проработки материала. Важными критериями оценивания выступает также правильность и полнота использования источников, а также соответствие оформления реферата стандартом. Требования к оформлению реферата аналогичны правилам оформления дипломных и курсовых работ. Более подробно вопрос оформления эссея и рефератов мы осветим в следующих лекциях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова